Нашему эфиру присоединяется генерал Николай Маломуш, бывший глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Приветствую, слава, Украине. Героям слава. Итак, вооруженные силы Украины перебросили на Покровское направление резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. Командование направило на этот участок фронта до пяти бригад с бронетехникой, численностью в две тысячи человек каждая. Об этом пишет Форбс. Ну, это мы вот так вошли в тему информации от Форбс. Ваши комментарии за последние дни на Покровском направлении. Что там происходит? Ну, для врага это стратегически важное направление. Будем ставить задачу в ближайшие недели захватить и Покровский направление, и Краматорский. И, соответственно, дальше движется на все, так сказать, населенные пункты Донецки, то есть поддить Донецкую и Луганскую область. Эта задача была номер один. Поэтому никакие Курские операции для него не были альтернативой. Он считал, что это направление очень будет решающее. А на Курском, например, он выполнил задачу по освобождению территорий позже. Поэтому все силы были брошены туда. Но наши бойцы и командиры очень мощно стояли на укрепных рубежах. Там, где необходимо было сманеврировать, отходили, конечно, оставляя населенные пункты и укрепрайоны, которые были уничтожены. Но на подготовленной позиции и валом огня уничтожали резервы противника. Поэтому получилось так, что Покровское направление стало не только символом стойкости, но и символом уничтожения резервов. Мы примерно каждый день имеем 1200 убитыми параллельными выведенного из строя российских оккупантов. Примерно 450-660 это Покровское направление. То есть резервы врага исчерпываются, как бы мы ни говорили. Вот если в совокупности берем за два месяца, это целая армия 75 тысяч военнослужащих Российской Федерации, тысячи единиц вооружения, техники, различных ракетных, минометных систем. То есть это то, что подрывает, как правило, в военном формате, я говорю, это и наступательный потенциал, конечно, и возможности проведения специальных операций. Мы перешли к тактике и даже стратегии к нестандартного типа. Раньше это была только оборона, маневр на линии, так сказать, огня, в укрепрайонах. Но удары на Курску, например, это уже большой, так сказать, стратегический прорыв, который дал возможность отвлекать войска и от Покровского, и других направлений. И самое главное, на Покровском направлении начали мы проводить нестандартные форматы действий. Не только оборона, но и удары с флангов, удары в определенные точки, где враг пытался прорываться, мы их пропускали, затем наносили вагневые валы, это уничтожало их. И они просто-напросто были не то, что уничтожены, это был большой откат. Поэтому в данной ситуации вот такой нестандартный формат, и Безельский об этом заявил примерно 10 назад, позволил уже уничтожать новые направления и прорывов прямо с флангов на Покровском направлении. Поэтому враг переместил вот эти фланговые удары на юг. А сейчас Покровское направление с учетом больших потерь, эффективных действий по отдельным секторам, по конт-атакам и ударам с флангов. Ну и, конечно, то, что мы подтянули резервы, как мы говорим, ну прямо не будем называть количество бригад, но это несколько тысяч военнослужащих различных типов и подразделений, вооруженных, так сказать, новейшим системами и оснащением западного образца. Боеприпасы увеличены несколько раз, там где-то паритет уже есть на Покровском направлении. Если церковь говорит о других 1 к 2, 1, 2 и 5, так тут уже 1 к 1, где-то есть даже перевесы. Вот такой нестандартный ход проведения спецопераций в секторальном формате, подтягивания резервов и удары флангов и других направлений, где враг не ожидает. И, конечно, применение новой техники позволило нам, конечно, и остановить наступление. Вот в некоторой ситуации даже контратаковать и занять определенные позиции, и на Покровском, например, направлении, и на Кураховском, например, на Нью-Йорке конкретно, ну и, соответственно, определить четкие направления, где враг создал альтернативы. Это, конечно, юг. Поэтому в данной ситуации мы уже держим позиции, имеем возможность навязывать врагу уже в определенных участках на Покровском направлении нашу уже тактику и страде в виде войны. И, конечно, в этой ситуации мы все равно будем говорить о том, что Курск играет свою роль. Резервы, которые должны пойти на Покровское направление, в первую очередь, и, конечно, другие, оттягиваются в первую очередь на Курск. Уже Курский формат операции уже над Путиным нависает и политически, и в военном плане. И это уже ему не только подрывает рейтинг, а ему ставят укор уже сами россияне, что он нестатен сохранить и защитить территорию России. Это, конечно, влияет на всю политику боевых действий. О Курском направлении мы поговорим чуть позже, детальнее рассмотрим ситуацию там. Сейчас направление, которое непосредственно связано с ситуацией под Покровском, это Кураховское. Сейчас россияне пристальное внимание уделяют этому направлению. Ну и сконцентрировались на окружении Углидара. Некоторые обозреватели уверены, что с этим связано и ослабление как раз давления на Покровск. Мол, нужно подтянуть южный фланг, там существует некая угроза. Вот это линия Селидова и южнее Курахова, и еще южнее Углидар. Что можете сказать по развитию ситуации на этом направлении? Ну, в первую очередь, не удается пробиться на Покровском. То, что мы только что говорили, что эффективные удары и оборона. Они, конечно, передвинутся на юг. Уже пытаются пробить и найти слабые места на Кураховском. Ну, соответственно, аж до Углидара. Эти направления они давно атаковали. Но концентрация дополнительных средств позволяет им, так сказать, наносить новые удары. Пытаться продвинуться. Мы маневрируем там. Да, в некоторых ситуациях бывает даже отходим. Но на подготовленной опять отмечаю позиции. И это как бы формат такой, что они пытались наступать на Покровском. Но, соответственно, был бы выступ большой. И поэтому были угрозы ударов с фланга. Поэтому решили потянуть южные ресурсы и фланги для того, чтобы выиграть линию обороны. А с другой стороны клинится в нашу оборону. Создать условия ударов с фланга с юга. Мы это все просчитываем. Видим движение врага. Они пытаются окружать даже отдельные сектора по нашим, так сказать, южным направлениям углеводора. Но эта тема уже нами раскрыта в плане тактики врага. Подтягиваются ликзервы. Готовятся операции по контрударам и деблокирование. Мы имеем давние традиции борьбы под ударом. Когда они наступали, даже продвигали, как и сейчас, спецназы. Морскую пехоту тогда особенно. Когда мы разбивали наголо несколько составов. Поэтому опыт есть. Маневр мы разгадали его. Поэтому в данный момент будем уже не только держать позиции, но и наносить контрудары. Еще раз подчеркиваю. Дополнительных больших резервов для проведения операций на юге, в Ураховском, в Улядарском направлении, у врага нет. Секторально пока еще имеет отдельных направлений перевес. Но мы уже ее нейтрализуем дополнительными ресурсами. Особенно огневыми средствами дальнего радиуса действий. По ситуации на Курском направлении, по последней информации, вооруженные силы Украины проводят атаки по всем четырем направлениям. Север, юг, запад, восток от Суджи продолжают добивать понтонные переправы россиян на Семе в Глуховском районе. Апти Алаудинов в который раз сообщил об остановке украинского наступления. По вашим оценкам, будет ли расширяться плацдарм силы обороны до позиционной войны еще далеко? По вашим наблюдениям, как? Мы сейчас ведем маневренную войну. То есть мы наносим и удары, и продвижения на несколько километров, некоторых секторах, некоторых сот метров. Занимаем более выгодные позиции. То есть при целом создание мощных плацдармозащиты. Это как природные, это реки, это ландшафт, это леса. Это, конечно, создание укрепрайонов. Поэтому в данный момент готовимся и к системной обороне буферной зоны, которую мы уже создаем. Пакийская наша существует. Это, конечно, уничтожение больших резервов противника, которые нам подтягивают. И еще нет четкой организации военных действий, слаженных по всей линии наступления наших войск. Это, конечно, нейтрализация многих, так сказать, систем и даже логистических движений по мостам. Это взрывы мостов, это блокирование отдельных направлений по дорогам. Это четкое блокирование и сейчас удержание под контролем группирования более 2000 человек. И я думаю, что сейчас, в ближайшее время, эту тему нужно закрыть. Способ, так сказать, мощное проведение военных операций для сдачи этих российских подразделений. И это, конечно, будет большой потенциал и по полной пленных. И, конечно, нейтрализация определенного вооруженного формирования Российской Федерации. Россия будет пробиваться к этому направлению. Мы видим, что готовятся атаки для прорыва и соединения с этими подразделениями. Мы готовим к контрударе. Это будет уничтожение как раз тех сил, которые будут создавать прорывные группы. Но сейчас Путин четко дал указание до 1 октября провести операции по освобождению Курской области. Буквально последняя информация, она прошла сейчас по иностранным СМИ. Но мы имеем оперативную информацию. Он поставил жесткие сроки. Но мы понимаем, что Путин давно ставил сроки и по том же Покровску, и по другим городам. Ничего не получалось. Поэтому тут такая же ситуация будет. Мы все-таки понимаем, что Путин уже сгруппировал более 65 тысяч человек на этом направлении в целом. Создают укрепрайоны для того, чтобы мы дальше не продвигались. Больших, так сказать, наступальных операций, я думаю, сейчас не будет. Но уничтожение секторально, группировок врага, как мы говорили, укрепрайонов, это сейчас приоритет для нас. Для того, чтобы держать эти позиции и для противодействия наступательной операции врага, уничтожению ресурсов, которые будут предъявляться в этом направлении, оттягивания войск, включая теперь Покровский и другие направления. Потому что без перемещения боевых частей из Донецкой области, я уже не говорю там с Харьковской, с Запорожской, какие-то задачи решать на Курске, например, будет очень тяжело. Поэтому в данный момент перемещение в любом случае проводится и будет дальше. Это будет ослаблять и направление наступления на Донецком, Луканском направлении, уже Харьковское мы видим ослабление, Запорожское. Ну и, конечно, это создание предпосылок, оттягивание войск и нанесение на них ударов уже на Курском направлении с нашей стороны. Возможно, другие операции в этот же период нашими войсками на территории России или других секторах, на оккупированных врагов в Украине. Поэтому это будет новая еще история, новая стратегия ведения войны. Но Курск это будет большой еще пример. Я думаю, не будем мы отходить так системно. Маневрировать, да, некоторые ситуации будут, да, маневр и назад. Для того, чтобы сохранить живую силу, занять более выгодные позиции. Но уход с территории России, это точно не будет в ближайшие периоды. Мы имеем для этого силы средства, имеем огневую поддержку. Переместили туда огневые не только ракетные, зенитные системы, но и дроновые, другие системы противовоздушной обороны. То есть, каким-либо способом врагу наносить очень активные и эффективные удары не будут удаваться. Сейчас наносят площадные удары по своим населённым пунктам, по той же судже, по другим городам и селам. Уничтожая свои, так сказать, подозрения, тем более живую силу частично. Ну, в первую очередь, гражданское население. Ну и, конечно, это гражданская инфраструктура. Они не жалеют ничего, да, на своих территориях. Поэтому показывают как раз вот эту террористическую сущность уже в отношении самих россиян и самой России. Я думаю, что это вот и формат военной, так сказать, нашей мощи. Это формат удержания позиций как фонд санитарной зоны. Это, конечно, подрыв постоянно престижа России. И, конечно, это как один из факторов переговора процесса. Но когда мы будем уже говорить о освобождении других территорий, и тогда Путин уже будет иметь перспективу падения режима, тогда уже будет учитываться и формат нахождения наших войск на курском направлении. Ну да, до октября чуть больше двух недель, и уже понятно, что все эти задачи Путина, они просто нереальны. С цитаты хотела бы начать свой следующий вопрос. Мировой порядок оказался под наибольшей угрозой со времен окончания Холодной войны, в первую очередь из-за диверсионной кампании России. Вот это один из главных посылов такого совместного интервью руководителя британской МИИ-6 Ричарда Мура и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что бы вы выделили вот в этом материале, особенно в контексте вот такой невероятной активности российской агентуры в Европе, участившихся случаев диверсии, шпионажа? Я прямо скажу, что Россия долго готовилась к такой глобальной агрессивной войне. Это горячие отношения Украины и различные комбинированные, так сказать, гибридные отношения стран Запада, в первую очередь стран НАТО. И в Европе это как бы главная площадка. Она внедряла агентуру политической партии, общественные движения, международные структуры, бизнес, соответственно, военные организации всех стран и Минобороны, и спецслужбы. Поэтому даже такие известные разведки, как БНД Германии, выкрывают уже реальных агентов спецслужб России. Точно так же в окружении правящей партии и Германии, и Британии, и Франции. Я уже не говорю о странах восточного лагеря, это и Польша, Чехия, Словакия, Прибалтика, Румуния, ну, Венгрия, те, которые уже особо известны. Поэтому подготовка такая у вас долга. Наши партнеры, мы заключались в соглашении борьбы с агентурой России, работали, так сказать, неактивно, прямо с компрофессиональной подхода и оценка, не видели этих реальных загруз, хотя мы сотни раз им указывали на конкретные факторы, и как действуют инфрационные системы российские, использование очень мощных рычагов, например, энергетической зависимости, в первую очередь газа, нефти, как создавались мощные форматы клана контроля, партий, правительств, отдельных секторов экономики, безопасность, как давались большие взятки, сотни миллионов долларов. Это все было в практике, в реалии, мы это все видели, но такая, знаете, пассивная, сравнительная позиция наплек к тому, что Россия начала во многих секторах доминировать, и поэтому только сейчас проводятся активнейшие мероприятия по нейтрализации агентуры уже с позиций резидентур, посольств Российской Федерации в Европе, теперь смежодных организаций, появление в структурах силового блока этих структур, блогеры, инфрационные потоки, мощная работа от России, в самой Европе, да и в США, поэтому по всем секторам предлагается и большущая работа появления такой агентуры, но Россия не всесильная, потому что многие говорят, она не имеет, как Змей Горинич, 12 голов, она имеет определенный ресурс, сложный еще ранее, сейчас нейтрализация их поэтапно, нейтрализуем мы и на фронте, и в агентурном формате, и в резидентуре в Европе, это их просто обезглавит и обезоружит, а тем более санкции реальные, подчеркиваю, не фейковые, экономические, технологические, это не дадут возможность производить ни ракеты, и эскандеры, ни Х-101 усовершенствовать, ни самолеты, ни беспилотники высокого класса, ни китайские, а вот как раз высококлассные, которые не берут наши рэпы или системы ПКО, вот тут уже идет провал, поэтому я думаю, что совместная работа противодействия такому формату, будет строить и новый миропорядок, самое главное создание США, Канады, Британии, европейских стран, что угроза миру со стороны России реально, и особенно ядерная угроза, которая уничтожает человечество, это позволяет объединить усилия против России, а если мы говорим о ядерной загрозе, объединить усилия не только стран НАТО и Европы, а и США, Китая, Индии, Бразилии, Турции, и других стран, которые не присоединились к демократическому блоку, потому что угроза ядерной войны и для них реальная, уничтожение будет всех, и китайцев, и французов, и индусов, это вместе с китайцами 3 миллиарда, колоссальное количество, но термоядерные реакции планировалось и моделировалось в свое время очень высокими технологическими центрами между США и Россией, уничтожают мир, поэтому выжить никому не удастся. Как это сделать? Формировать новый миропорядок с учетом агрессивной стратегии России. Вместе сжать их со всех сторон, помогать Украине на полевой раз, и все себя объединить, и заставить Россию выходить с территории Украины, демортизировать себе, компенсировать Украине все ресурсы, которые она нанесла в удары, и, конечно, установить тот режим, который предполагал упражнение авторитарного агрессивного режима России. Ну и вот следующий вопрос, как раз в продолжении темы. Поставку баллистических ракет в Россию признали в парламенте Ирана. Вот таким образом информация от западных разведок подтвердилась, хотя МИД Ирана до сих пор упорно все отрицает. Скажите, а что такое вот эти вот ракеты, ФАТХ-360, какую угрозу они представляют, если детальнее? Это ведь еще советские разработки, или их аналоги, да, так же, как и северокорейские? Да, это все технологии, которые передали россияне, иранцы в свое время, поэтому те сделали северокорейцы эскандеры, вот дали радиосодействие до 800 километров, а иранцы сделали несколько типов ракет, ФАТ-360, это малого радиосодействия, действия, 120 километров, но есть еще 500, 50, есть 800. Об этом пока речь не идет, хотя уже переговоры Россия и о них провела. Поэтому первая партия, есть разведка информации, уже поступает. Вот сейчас противодействует этому процессу. Многие страны мира не только дипломатическими путем, и мы, полинемида, оперативным путем, лишить, например, Иран поставки энергоресурсов легально, и те большущие объемы нелегальных, типа в Китае, в другие страны, это просто обесокрушить полностью экономику Ирана. Это все копальни-зупыницы, то есть они не будут работать, потому что они в режиме постоянных, так сказать, добычи, остановить их невозможно. Их нейтрализация по всем направлениям и поставки это полнейший крах иранской экономики. А удары по военным объектам, потому что это и ракеты против Украины, это ракеты терроризма США, и против Израиля и стран Запада, это двойной формат. Поэтому, я думаю, так, начав, а не поставку, я думаю, большинство вариантов они не выполнят, потому что для них будут критические дни, очень мощные и оперативные, и экономические, и энергетические, и образно нанесения реальных объектов. И удары по военным объектам, где производятся такие ракеты или поставляются. То есть это будет поэтапное, очень мощное давление на Иран. Поэтому и МИД Ирана, и президент Ирана, когда-то то, что мы не поставляем, для прикрытия АКСИР, корпус Стражей Исламской Революции, и сам Духовный Лидер поддержат тайные операции по поставке этих ракет. Но они выкрываются, они же быстро будут скрыты, когда они только появятся на территории Украины во время террористической атак. Это весь блех будет раскрыт. И это все средства мировые поднимутся против Ирана. И вот если ложные посылы МИДа Ирана, президента Ирана будут скрыты, и это будет очень мощный вывод, в плане мощнейшего противодействия, это уже будут не покойности, как мы говорим. Это будут реальные оперативные, боевые операции, включая, конечно, экономические, глобальные санкции. Я бы хотел с вами еще поговорить о недавнем ударе сил обороны, который продемонстрировал, что уничтожать вражескую баллистику можно не только сбивая ракеты. Вот я имею в виду удар по складу боеприпасов в поселке Солдатский Воронежской области. Были уничтожены северокорейские ракеты. Это подтвердили в Центре противодействия дезинформации при СНБУ Украины. Я бы тут еще вспомнил случай в Ростовской области, когда прилетело по одному из аэродромов, где потом долгое время кабы вражеские взрывались. Как вы такую тактику сил обороны оцениваете? Оцениваем мы нормально. Мы два года об этом только и говорим. Сила обороны и Генштабу. Что бьем по как раз складам боеприпасов, где находятся кабы, ракеты, пусковые установки, аэродромы, ну и логистические цепочки, которые поставляют. Основные объекты. Нефтепереработка важна, я говорю. Но в первую очередь бьем по тем объектам, которые уничтожают граждан Украины, детей. Это кто? Это пусковые установки ракетные, или их склады, где они складируются. Это самолеты срединского и тактического уровня, которые наносят удары каждую ночь по нам с вами. Это пусковые установки шахедов. Они все недалеко находятся. Вот, если мы говорим, например, с Крыма, поэтому тут, ну сколько, ну километров 250-300. Объект прямой. Если мы говорим о самолетах на киевском уровне, это Ростовская, например, область, та же Курская, тот же Крым, три аэродрома. Это Су-34, который пускает кабы по нашим военным, по нашим городам, все он при фронтовой зоне. То есть выявляя при помощи космической разведки, стратегической разведки, технической, военной, координаты этих всех объектов и бить, бить по ним. Мы их уничтожим до того, как они взлетят. Сбивать систему ППО и рэпами намного тяжелее, на порядке тяжелее. Поэтому мы переходим к этой тактике. Наконец-то уже, и говорит об этом Сырский, и президент Зеленский, но даже целево, начиная с наших дронов, которые запускаются даже десятками, то есть сотнями. Каждый день бить по аэродромам, где поднимаются Су-34 с кабами, где поднимаются более дальние радиосудействия. Мы же имеем сейчас до 2000 километров, 1800 запускаем, где поднимаются эстрадейские бомбардировщики, и сами самолеты, и склады боеприпасов, и ракеты находятся именно там. Ну и, соответственно, удары по пусковым установкам шахедов. Это эффективная разведка и эффективные удары. Это будет снимать их возможность на 80-90%, а других будет сбивать туда. Да, ну вот как раз накануне британская разведка представила детальный отчет об ударе дронами 22 августа по Мариновке, аэродрому в Волгоградской области России. Четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия, уничтожена антенна, вспомогательные здания, складские помещения. Эффективность атаки очевидно. Вот как вы считаете, что нужно силам обороны для того, чтобы эту эффективность увеличить в разы? В первую очередь, конечно, это мощная консолидация всех разведовозмолистов, включая иностранные, это космическая разведка, это мощная агентство национальной безопасности, которая может контролировать все переговоры, нахождение любых военных средств. Они же контролируют сейчас Борис Борисовик в России и ядерные технические средства в режиме онлайн. Точно так же можно контролировать именно другие очень важные военные объекты. И космосом, и, если на самом деле, суперкомпьютеры, любые передвижения, любой военной техники, переговоры, цель указания, любые, так сказать, военные посылы, они просто снимаются. Это компьютер-разведка, который мы применяем, это мощнейшие средства, суперкомпьютеры, которые могут также выявлять любые движения по территории России, тем более в зоне действий против Украины. Это, конечно, дроновая разведка, уже ближе, это военная агентурная разведка и стратегическая разведка, то есть мы видим 10 видов, типов разведок, которые объединены в единый формат. Сейчас очень важно, что они многие разрождены. Это единая модель в режиме онлайн, соединена с нашими дроновыми войсками, ракетными системами, авиационными ударными группами и исходя из того, где какие цели указания будут, где мы достаем эффективно и какие операции по дезориентации системы противовоздушной обороны в местах дисфокации, это совместные большие эффективные операции. То есть сама организация, дальнобойные средства побольше сейчас и от иностранцев в режиме пока только Украина, как правило, о нашей территории России, это то, что сейчас даст системные результаты. Системность это в первую очередь, потому что разрозный вариант, это будем тыкать парцем в небо или где-то отдельно только решать задачи. Как вот мы, да, бывает эффективно бьем, но только в отдельных случаях. Это я прямо скажу, можно действовать, получив эти средства еще ночно и ежедневно. Это уже эффект будет системный. Спасибо, Николай Иригорьевич, за эту беседу. Николай Маломуш, генерал, бывший глава службы внешней разведки, был на связи со студией Фрида.